Недельная глава Бамидбар. Мы начинаем новый хумаш. Хумаш в языке Талмуда и других книг. Книга Бамидбар называется «Хумаш об Кудым». Хумаш – перепись исчетов. В нашей главе есть две переписи еврейского народа. Одна перепись в нашей главе, вторая в главе Пенхас. Войдя бей родиной омешебе в небар Синай, в юбок мошэ в пустыне Синай, в омейд, беход га хидешашени, первый день второго месяца. То есть первого ияра башоно ошенни. Ведь не сам первый, так и яр второй. Башоно ошенни со втором году. Га цейсам их выходам я расцветла им земли египетской. Га имя говоря. Су. Приймите счета – трьес го ра в кора дазваны исрою. Все общины сынов Исраилля гу миш вхай сам по их семьям, га бей со вейсам, по дом их отцов. Фэм виспарший мейс по счету имен, Каждый, который выходит в армию в Израиле, то есть он может выйти в армию, пересчитайте их по их армиям, а то в армии, ты и Аарон. То есть руководитель всего еврейского народа это Моше и Аарон. Каждый человек руководитель дома своих отцов он, то есть мы увидим сейчас, что это от каждого колена был специальный человек, глава колена, князь колена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тут упоминаются имена князей колен и имена их отцов. Папа с отцом обращал внимание, что от их имен мы можем услышать, как они относились к происходящему, к тому, что происходит с ними, с другими, с еврейским народом. Мы сейчас привыкли называть имена по имени дедушек, прадедушек и по имени больших людей Торы. Они давали имена по личным своим чувствам, по событиям, потому что с ними произошло. Вот мы видим так у жён Якова, Рахэля Илеи, как они называли своих сыновей, по тому, что происходило и по их ощущениям. Например, первый сын Улеи, Ру, смотрите, Вейн. Второй Шименш, Шама, Бог услышал. Третий Леви, Егавэ и так далее. Иудо, Гейде, я скажу, выражу благодарность. Урахэль, тоже. Ейсев, Ашеб, почему Ейсев, чтоб Бог добавил ещё сына. Бениамин, тоже по событию, что было. Так давайте послушаем. Почитаем их имена. Или Цурь. Мой Бог. Мой Бог, скала. Ждей Ур. Это как бы имя Шакань. Это знал Адам. Бог, он свет. Шуми Эйу. Мой мир, это Бог. Цурь Шадой. Моя скала, это Бог. Аминодов. Мой народ добрый. Натанил. Бог дал. Может быть. Может быть. Пофантазируем, что в какой-то семье долгое время не было детей. Ждали, ждали. И Бог послал, дал ребёнка. Ну, как назовём. Бог дал. Натанкил. Звугун. Или Ов. Мой Бог отец. Что вдруг мой Бог отец. Может быть очень просто. Папа много дома. Нет. Папа очень много на работе закабалённого фараона. Ну, кто же будет папой ребёнка? Килиов. Мой Бог будет отцом. Эли Шомо. Бог услышал. Гамли Эу. Мой сосед, мой друг полагается на Бога. А что со мной? Гамли. Так же у меня есть Бог. У меня тоже есть Бог. Что только у соседа есть Бог. У меня тоже есть. Ахи Эзер. Мой брат помогает. Паги Эу. Моя молитва Бога. И так далее. Эйле. Кри. Круэй Оэйдо. Эйле. Эта званые общины. Несие князи Маты Савейсом. Коленных отцов. Рошей Алфей Исрою Гейм. Они руководители тысяч евреев. В маяках Мэйши Вэгары. Несанношим Оэйле. Взял Мэйши Вэгар на этих людей. Ашаникву Бшемес. Которые упомянут именами. В эсколу Эйду и Килу. Всю общину собрали. Поехали к Ахиде Шашене. Первый день второго месяца. Как мы уже говорили. Первого иера. Вайзял Мэйши Хэйсом. Вэйса Вэйсом. Так они привели. Доказательства. Как они родились. По семьям. По дому отцов. Спаршее место. Количество имен. Мэйбэна Смешонова мало. Двадцати лет и выше. Угул Гэйсом. По головам. Они привели. Свидетельства. Кто. Кто отцы. То есть колено. Идет по отцу. Каши отцы вады. Нуэс Мэйши. Как Бог велел Мэйши. Ваив Кэдэйм. Пересчитал их. По Мидвар Синай. В пустыне Синай. А теперь идет перепись каждого колена отдельно. Вообще-то надо знать. Что порядки и по какому порядку считать колено. Есть несколько порядков. Ну. Один порядок по матерям. Нуэс Мэйши. Значит. Прежде всего Лея. У нее родились дети раньше всего. У нее родилось шесть. Шесть сыновей. Затем Рахель. У нее вторая жена. Это наоборот. Она вышла замуж за Якова второй. Рахель. У нее родились два сына. А затем у Билы родились два сына и Узюбы. У двух служанок. Служанок Леи и Служанок Рахель. Это один путь. Есть кому-то. Их считают по времени рождения сыновей. Кто старше. Получается по-другому. Рувен Шима Ливи Йогу. И тогда. Данна Втоли Год Ошер. Потом Исохор Звун. И потом Есер Бийом. Например. А есть перепись тут. Чтобы они были по станам. По лагерям. По лагерям их расположили так. Первый лагер. Был лагер. Рувен Шимен Игад. Был лагер. Ягуда Исохор Звун. Был лагер. Эфраим Наши Бийомин. Децей Рахель. И оставшийся лагер. Дон Ошер на втором. Тут он считает по этому порядку. Но. Хотя всегда. Обычно. Когда мы считаем по станам. То первый стан это Иуда. Тут считает. Первый стан Рувена. Рувен все таки родился раньше. Поэтому тут его стан считается первым. Мой ювный Рувен. Знаю я Рувен и Пхор Исрою. Старший? У Исрою? У Якова? Старший сын? Туда и сам. Детям и шухейцам. Увеса ввеса ввеса. По семьям. По доме отцов. По количеству имен. Увеса по головам. Коу Зохор. Все мужчинами вна Сан-Шуны bayernо Кира Исрою, Кири Цaráциера, Все мужчины 2 цили全部. Увеса ввеса. Коу дэм и ма отый руorgt. Их счет kunровено руВена неш триьше Абве από beneficа назад. 46 500. Ливне шим topics. Теудей омычхейцамажм. По семьям. овеса в但是м... Доуса. Тоców них evaluating реальных по головам. Коу Зохору мина Сан-Шуны лиджам. Кира Исрою. Все вказай С контрол cambio. в армию. 59-300. Довольно большое колено. Ливный год, зновый год. 45 650. Интересно. Это единственный, в котором есть не целая сотня, а 50. Все остальные идут точные сотни. Есть одно колено год, 50. Интересно, что так это было. Ливный Иуда. А теперь идет страна Иуда. Ливный Иуда. Трудился он с Хаисовым. Дети по семьям везутся. Паши месяцем венесен Шонова, Малу, Кирица и Цовы, все уходящие в армию. Куда им это Иуда? По колено Иуда. А будем обробыченными венесен Шонова, Малу, Кирица и Цовы. Семьдесят четыре тысячи шестьсот. Иуда, Исохар. Снави, Исохар, Тересом, Мешхейцем, Увисавейцем, Паши месяц, Хаисов. Он, венес, Мишонова Мала, 20 лет и выше, Кирица и Цовы, все входили в армию. Куда им это, Исохар? Их счет, по колено Исохара, а два, ва хамишим эры, ва два месяца. Пятьдесят четыре тысячи четыреста. Ливный звук. Куда, Исса и Шхейцем, Исдецем, Исдецем, по семьям, Увисавейцем, по дому отцов, Миспашим, Исхришцем, Менес, Шонова, Малу, Кирица и Цовы. Звадцать лет и выше, все выходящие в армию. Куда им счет, Исохар, Мишхейцем, Увисавейцем, Падома Отцов. Пятьдесят семь тысяч четыреста. А вот теперь идет следующий стан. Ливный Ессен, Увина Ессена, Ливный Ефраим, Снави, Ефраим, Методейцем, Увисавейцем, Увисавейцем, по дому отцов, Миспашим, Искричцу имен, Миспашим, Иссен, Шонова, Малу, Кирица и Цовы. Звадцать лет и выше, все выходящие в армию. Куда им, Матия, Фраим, обои меры, пока мы жмейцем. Сорок тысяч пятьсот. Снави им наши, трудейцем, и шухейцем по семьям, дети по семьям, Падома Иссавейцем, Пашим, Миспашим, Миспашим, Милный Ессен, Шонова, Малу, Кирица и Цовы, все выходящие в армию. Куда им, Матия, Тридцать две тысячи двести? В Нид admin, трудейцем, Миспашим, шухейцем по семьям, Миспашим Elon, Милный Ессен, Шонова, Малу, Кирица и Цовы, все выходящие в армию. Куда им Атии в Нидамин? Их, счет по колену, Мишуршань, Мил, бедя, 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 35 тысяч 400. Последней стороны, это данных. Иильный дон, armada population, Шухейцем, ревиза, последняя на дым отцов, «Сколько было колена Бенямина? Помните?» Тридцать пять тысяч четыреста, а колено Дан шестьдесят семьсот. Так? И они стоят один возле другого. Очень любопытно. Сколько сыновей было у Вениамина, кто помнит? Сколько? Десять. Они упоминаются в главе Вагикаши. Десять сыновей. А у Дана сколько было сыновей? Только один, Хушин, и то он был глуховат, нехорошо слышал. Ну, чтобы кто-то сказал по предположениям, у Вениамина, что у него десять сыновей, от него выйдет очень многочисленное колено, правильно? А у Дана, который только один сын, малочисленное. А что вышло на практике? Как раз наоборот. У Вениамина тридцать пять четыреста, от десяти сыновей, а у Дана шестьдесят две семьсот. Поэтому, что произойдет в будущем, мы не знаем расчеты Бога. Человек должен делать то, что в его силах. А что выйдет? Это уже как Бог решит. Так, тут вышло, что от Дана с одним сыном, вышло более многочисленное колено, чем у Вениамина с сыновьями. Левны Ошер, сыновей Ошер от родейства, мишхейства, мовей совейством, по дому отцов, миспаж шемейц, христо имен, мебене снышону, помалу, келу, и цейцова, два цели, а ты выше, все в христое, в армию. Куде им их счет, в Матри Ошер, ехот в Абу-Имэле, в 541,500. Бны нафтоли, сыновей О'Нафтоли, юдейцы, мишхейсом, по семьям, овей совейсом, по дому отцов, миспаж шемейц, христо имен, мебене снышону, помалу, келу, и цейцова, все выходящие в армию. Куде им, о Матри, и нафтоли. Их счет, покорен нафтоли, швейшо в Абах-Имэле, в Абам-Иесе. 53-400. И раб, кудем, эти счета, шапок от Миша, пересчитал Миша в Ааре, и ноноси, есрою, шны и мосори, двенадцать человек. Один человек был по дому отцов. То есть, князья были один. Один. Нет. Двенадцать человек, каждый один по дому отцов. От каждого колена один князь. Мои были коуп-куды, все счеты в Нейсрою, лавей совейсом, сего сына в Израиле, лавей совейсом по дому их отцов, мебене снышону, помалу, келу, в Ецейцово в Исрою, все выходящие в Аммы в Израиле, маюку, обкуды были все перечислены, шесть мейцевов и шесть столов, и во хамеч мейцев, шесть мейцев, шесть мейцев, шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. Их головы, количество их не принесло. Их головы, количество их не принесло. не принесло. Среди сынов Израиля. Видите, написано, не перечитываешь место в семье. А почему? Раша говорит два, две причины. Леви, они же служили при храме левиты, такие. Раша выражается так. Царский легион пересчитывается отдельно. Это отдельный счет. Отдельный счет, отдельный. Это легион царя. Другой пшат говорит Раша. Бог видел и знал. Бог же знает все, что будет. Что будет приговор на всех, кто был пересчитан двадцати лет и выше, что они вымрут в пустыне. А левиты же к этому не имели отношения. Они же мои. Они не пошли за золотым цельцом. Поэтому они не должны быть в этом общем наказании. А так как приговор должен был быть на всех, которых считали двадцати лет и выше. И если бы их считали тоже так же, они бы, естественно, вошли в этот приговор. Поэтому Бог их заранее вставил, пересчитал отдельно. Не со всеми, которые считали двадцати лет и выше. Пока мы тут видим в этом Раше интересное явление. Интересный подход. Что есть у Бога такой подход целой группе, как группе. А для того, чтобы быть, выйти из этого, нужно иметь особые, особые заслуги. про левитов, чтобы они... Бог так сделал, чтобы они изначально не вошли в этот приговор. А так есть... Есть такой... Бог смотрит на весь еврейский народ, на всю группу, как на одну. В ату авкитес альвим назначил левитова, а у мишканаидос, на мишкан, свидетельствовал, все предметы, все что не было. Имя Иисуса, а мишкан, будет внести во скол кейлов, и все его предметы. Они будут обслуживать. Они будут располагаться в 8 мишкана. У венце, а мишкан, поедет мишкан, когда будет стоянка у мишкана, они его поставят. Чужой, который приблизится, будет умертелен, значит умертелен, полагается смерть от Бога. Кроме левитов, никто не имеет права этим заниматься. Кто не левит, чужой, который не левит, если он приблизится, полагается ему смертная казнь. Мы хону б на Исраил, будут располагаться на Израиле, ищем охранею, каждый на своем лагере. Мы ищем дыглы, как же на своем знаме, рацевисим по их армию. А левитам будут располагаться вокруг мишкана, свидетельствовал, и не будет гнева отдаст на Исраил, на общину сынов Израиля. То есть, чтобы евреи не приближались к мишкану. Мы шомра левим, левиты, чтобы охраняли, я смешмаясь охрану мишкана, мишкана свидетельства. Моя сумны и строил, взяли сыны Израиля, и хэаши отцы вадину я смейши, кей носу. Как Бог велел, мы еще так и не сделали. Всех евреев пересчитали из 20, левитов не считали так. Левиты у них особая служба. Но это интересно. Из этого второго комментария Раши видно, что есть такая группа, есть такая группа, и к какой группе человек относится, так смотрит на него Бог. был, все коса считаны 20 лет и выше, а была группа левитов, они сами по себе. Байдабер Адинайо Мишеве Агаринли Мер, был Бог Моше Иерону, говоря, Ишал Дига, человек по своему знамени, по знакам, по дому отцов, яхну, чтобы располагались на Исраил, сына Израиля, минегет, издалека, сови вокруг Илмеет, яхну, вокруг Илмеет, что они располагались. Махиньим, кто располагается Кейдмом из Роха на востоке, Дегил, знамя Махина и Иуда, лагерь Иудова Цивейсом по их армиям, выносит князь Иуду нашим Бенаминодом. Дальше он говорит про каждого его армии, сколько счета. То есть, были четыре лагеря. Первый был на востоке, это был лагерь Иуда. Вот два его кода, два шесть месяцев, семьдесят четыре тысяч... семьдесят шестьдесят 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 шестьдесят. В ахиньмалом Матай Исоха выносим на Исоха на санне у Бенцуор, у Исохара, его князь на сандук с Нцуором. В свой его кода, То есть тут каждый по лагерям, значит первый лагерь, это лагерь Интересно, он наиболее многочисленный, сто восемь шесть тысяч и четыреста, всего же было шестьсот и пятьсот пятьдесят Средний, если поделить на четыре, по ровно сколько это, сто пятьдесят, почти сто пятьдесят один А тут сто восемь шесть, самый крупный лагерь, решение на ИСО они едут самым первым, то есть они были на востоке Дальше будет лагерь Рувена, где лагерь Рувена? На юге И у него есть три колена, Рувен, Шимен и Гот И весь счет всего лагеря Рувена, это сто пятьдесят один четыреста пятьдесят И они едут вторыми Ну а кто едет третьим? Это третьим едет Венуаса, едет Эумет, вот эта палатка Эумет, то есть когда они едут, Эумет, махнил в лагеря Ревитова Сеха Махнис внутри лагерей То есть между двумя лагерями, Иуда и Рувен, и потом между лагерем Эфраем и Сеха Махнис внутри лагерей Каша Яхну, как они располагаются, как они едут, так они едут Ишал Йоды, человек на своем месте, вот и Граем поел знаменок То есть потом и едет лагеря Мишкана, а затем Дэйгем Ахнил Эфраем, лагеря Эфраем, это весь он по их армиям Йома на западе Выносит князину Эфраем и Шобу Бен Амир Значит, Эфраем, потом его, сколько колена Эфраема, затем возле него колено внаши Потом колено Бениамина, князю Бениамина с его армии Всего вместе их было сто восемь тысяч сто, а не это третье Это был самый малочисленный лагер Затем идет Дэйгем Ахнидон, знамя лагеря Дон Софейна на севере Значит, секундочку О, колено Эфраема, гагеры Эфраема, они были на западе А теперь Дэйгем Ахнидон, гагеря Дона Софейна на севере Эфраем по их армиям, выносит князь Эфраем на Донах и Эфраем на Мишады И дальше идет Дон, очередь на вторник Гагеря Дона было сто пятьдесят семь часов И они едут по среднему Тора тут уделяет большое внимание Порядку их расположения и их поездки Тора пишет об этом тут очень подробно Одно из второго вопроса Что надо знать Что порядок играет важную роль Кто раньше, кто позже, кто на каком месте Упорядоченность, она важна Но надо понять Упорядоченность, конечно, важна Но она должна же иметь Какое... она должна иметь внутреннее содержание И Тора уделяет этому большое внимание Я видел, что смысл этого Что каждое колено Было двенадцать сыновей у Якова Но каждая имела свою натуру Имела что-то свое особое Мы это встречаем Среди прочего в Талмуде Псахим Там упоминается интересная история Кто-то говорил Я происхожу Я... во всех вопросах Если что По решению Бендино Я... так я не хочу ничего решать Пошли выяснять Выяснилось Он из колена дан Дан Суд Другой говорил Я бы строил... Вот если я бы строил бы храма Я бы строил их на берегу моря Выяснилось Пошли выяснять И выяснилось Что он оказывается из колена Звулума А Звулум был на берегу моря То есть есть у каждого свое особое Мы видим Что каждый получил другое благословление От Якова И мы видим, например Что из Ягудов Вышли руководители еврейского народа И мы встречаем в Медраше Как Исахар и Звулум Сделали между собой партнерство Звулум предложили Исахару Вы имеете натуру трудолюбия Трудить историю Упорство И трудить историю Мы экономически вам поможем Мы занимаемся морской торговлей То есть мы видим, что Бога Натура Звулума Натура Исахара И так далее И они знали И каждое колено Из той же семьи Знали один другого И у каждого особая натура Поэтому Бог их расположил По стану По коленам И по стану Я слышал интересное Слышал или видел Интересное замечание От имени Равьянки Вхаминецкого Зарца Когда Тора Уделяет такое внимание Разделению на колено И разделение На колено На станы Рагеря Вхумаши Бамидбар Правильно? Именно сейчас Именно сейчас Когда Уже еврейский народ Принял Тору И когда построили Мишкан Мишкан Подходит Заниматься Разделением По коленам И по лагерям Когда У всего еврейского народа Есть Тора Которая 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 Обязывает Всех До того До того Как был поставлен Мишкан Мишкан Если бы Идет по своей натуре Но прежде всего Должен быть центр То что объединяет Всех Тора объединяет Всех У них был Мишкан Который объединял Всех Теперь Есть место Для Чтобы Каждый Еще был По своей натуре В наше время Мы не знаем Кто Из какого колена Мы Знаем Что большинство Из колена Ягудо Или из колена Бениамина Единственное Который знает Своё колено Это Левиты И Коаним Они точно знают Своё колено Левиты Коаним знают Но Но тоже Есть В Еврейском народе Есть Ну Основная Разница В обычаях Это конечно Между Ашканайскими Евреями И Свардскими Во многих вопросах Есть Разные Обычаи В молитве И не только в молитве Во многих вопросах Геморан Геморан Общая Для всех Шухнарух Есть Есть слова Мехабера А есть слова Рамо Знаете как это Принято называть Шуха Нарух Если перевести так Это Приготовленный стол Шуха Нарух Теперь Книга Рамо написал Примечание Обычаи Ашканайских Евреев Его Книгу называют Мапа Скатерть Есть Стол Рабьесев Кару Поставил Стол А Рамо Разложил На дне Скатерть Свардым Ведут себя Там Где Разделяются Мнения Стола И скатерти То Свардым Идут За самим Столом Ашканазим За Скатерть То есть Ашканазим Свардым Идут За Шуху Нарух Свардым За Рамо Тоже есть Разные Обычаи И хорошо И естественно Что есть Ашканазские Ботыкнезды И есть Свардские Обычаи Разные Человеку Ашканазим Получается Молиться Именно Свардскому Можно там Молиться Самое естественное Что были Такие Ботыкнезды Такие Между Нусах Ашканазим И Нусах Сварад Тут Различия Не такие Большие Не такие Принципиальные Общий Общий Сидур Это Обычный Ашканаз Но Некоторые изменения И Свардым Поэтому Это называется Свард Нет такого большого изменения Но тоже Есть 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 Ботыкнезды Молиться Ашканаза Есть Которые Свард В некоторых Ботыкнезды То кто подходит Быть с Хазаном Как он молится Так он и молится Но Самая Разница В обычаях Конечно Это между Ашканазскими Евреями И Свардскими В обычаях Законные Те же самые Принципы Когда-то Хотели сделать Один общий Нусах Все так Как Как тому Кто пошел Это делать Как он считал Наиболее верно Но это же Не Не подход Есть Обычаи уже Сложившиеся Кто Хозяин их менять И это Действительно Это Новшество Не пошло И осталось Такое Обычай Такое Обычай Тора Одна для всех И она Объединяется Дальнейшее Так Тут Пишется По Каким сторонам Они Находились Третья глава Это Дети Аронов Моше Когда Бог Говорил с Моше В горе Синай Имена Сновья Аронов Обхор Старший Нодов Потом Вабилы Розовы И Сомар И Сыновья И Сыновья Наполнили Их Руки Чтобы Служить В Айомас Умерли Интересно Тут написано Сыновья Ароны А тут Перечисляется Только Сыновья А Написано Сыновья Ароны Они Называются Сыновья Моше И поэтому Они Кто обучает Ученика Это как его сын В Айомас Нодовавью Умерли Умер Нодовавью Лифныя Иной Перед Богом Чуждый Огонь Лифныя Иной Перед Богом Сыновья У них Не было Стали Служить При жизни Ароны Их Сыновья Сыновья Умерли Что Родители Спасаются Работ Служить Служба Умерли Они Будут Охранять Все предметы Умерли Служить Сыновья Сыновья То есть Они Должны Будут Охранять Чтобы Евреи Не приблизились А евреи Которые Которые Приближаются Смерть От Бога А левиты Будут Охранять Чтобы Они Не приближались Сыновь Умерли Умерли Несу 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 Умерли Умерли Ис Сыновь Несу Сыновь Несу Умерли Они Будут Охранять Свою Умерли 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 Зачем Умерли Боя Боя Шаново Шаново Умерли То есть я их взял, они как бы вместо первенцев. Мне принадлежали все первенцы, в день, когда я ударил всех первенцев в Израиле в земле египетской, Я освятил себе всех первенцев в Израиле, человека до скота, меня не будут, они одино, я Бог. То есть Бог освятил первенца, потому что первенцы египтян погибли, первенцы евреев остались живых. И раз они остались живых, и они не вошли в приговор на первенцев египтян, так я их освятил, они мои. А теперь их выкупают левиты, левиты стали вместо них. Вообще-то интересно, а почему так Бог наказал всех первенцев в египтян, помните? Бог сказал так фараону. Мой сын, мой первенец Израиля, я тебе говорю, отпусти мой народ, чтобы он не служил. Отпусти моего сына, чтобы он не служил. А если ты не отпускаешь, я убью твоего первенца. То есть Бог предупредил о десятой казни сразу еще до первой казни, когда Бог послал Мошек фараона. Но надо понять, что значит мой сын, мой первенец Израиля. Что это значит? Никакой другой народ не называется в тонах и сын Бога. Никто. Только еврейский народ. Что же значит мой сын, мой первенец? Первенец, слово первенец имеет смысл, когда есть несколько сыновей. Так есть первенец, а есть не первенец. Другие сыновья, второй, третий, четвертый. А когда есть только один сын, что же значит мой первенец? А? Я видел на это два объяснения. Я приведу ответ Ромира Симха из Двинска за ЦАУ. Слышали про него? Он жил относительно не так давно. Он скончался в возрасте немножко старше восьмидесяти лет. Не так давно. В 1926 году в городе Двинск. Сейчас это Далгопилс. В Латвии. Ну, отец папы, он был очень большим гением в Торе. Из крупнейших гигантов Торы в тех поколениях. До Первой мировой войны я слышал, что считали пять гигантов Торы особых. Он был из них. Раб Хаим Соловейчик, Хофец Хаим и еще. Рогачева. Раб Довиду Фридман. Папа рассказывал, что его папа имел близость с ним. То есть дедушка. Советовался разных вопросов, беседовал. В Торе. У него есть комментарии на Тору. Меша Хохма. Он говорит так. Вы знаете, что первенец получает две доли в наследстве отца. А в чем смысл? Почему он более привилегирован относительно других сыновей? Чем он особый? Он говорит так. Первенец. Он сделал папу папой. Он родился первым. Он сделал папу папой. Соответственно, этому он говорит. Еврейский народ, он первенец. Еврейский народ, первенец Бога. Значит, он сын первенец. Он сообщает, вещает по всему миру о существовании Бога. Еврейский народ, он сын, не только сын, он первенец. И он сообщает всему миру о том, что о Боге в этом мире. Точно так же, как первенец сделал папу папой, так еврейский народ сделал, чтобы знали о Боге. Ты мешаешь ему выполнять свою функцию, держишь его в рабстве. Я накажу, казню твоего первенца. В этом смысл названия еврейского народа первенца. Что он сообщает по всему миру о Боге. Дальше Тора нам рассказывает, что было указание Бога пересчитать левитов с возрастом месяца. И, может, я пересчитал. У Леви же было три сына. Гершон, Кеат и Мрари. Так была перепись. У Гершона было 7500. Его руководителем был Эльосо Бенвайо. И они обслуживали полотна разные. Они несли их. Полотна. Вы знаете, что были полотна, которые были... Место стен. И были полотна наверху. Даже было три или четыре слоя, которые были наверху. Были полотна, которые... Ленины, которые были... Окружали двор. Были занавески двора. И еще были занавески. Занавески входа в мешка. Так это должен был... Это несла семья Гершона. Кеат. Их пересчитали. Так их было с месяца и выше 8600. Теперь... Гершон были на западной стороне. Кеат были на южной. Князь... У семьи князь было лицефон без индустрии. Нет. А главной над князьями левитов была Лоза Бенарна Коинь. Был Мрари. Были тоже семьи. Их... Перепись их по счету было 6200. Князь был у них Цурил Бенавихоил. И они находились на северной стороне. Мрари несли бревна, засовы, столбы, подножья и так далее. А кеат, что должны были нести? Кеат несли все святые предметы в мешкане. Ковчег, стол, жертвенник, светильник. Это то, что они несли. Пороха за навеску и от святая святых они несли. А те, кто располагались... Значит, самое тяжелое, это несли семья Мрари. Они несли столбы, засовы, бревна, подножия, колышки, веревки. А кеат несли святые предметы. А кто располагался в Ахенеем, полагались в Амишкун Кейну с востока. Лифны перед и умоют в Мезроху на востоке. Моше в Арону в Анап. Моше в Арону его сыновья. Шеймри мишмерас Амигдаш. Охраняет службу Микдаша. Мишмерас Ахануб на Исрою. В Азорах Акоры. Чужой, который приблизится, юмос полагается смерть. Смерть от Бога. Раша приводит от наших мудрецов, что смотри, хорошо, в каком кругу ты находишься. Обратите внимание. С востока были кто? Моше и Арону его сыновья. С другой стороны, с востока был стан Ягуда. Ягуда Исоха Звуган. Так действительно, с Ягуда вышли знаки, которые с Исохара Звугана. С юга была семья Кат с юга. И с юга были Рувен Шименгот. И с Кат были же и Корах тоже, который потом пошел спорить против Маширабы. Так за ним пошло и некоторые, кто много из колен Рувен. Важно, где ты крутишься. Хорошо быть соседом с хорошими людьми. Теперь Тутора нам рассказывает, пересчитали Левитов. И счет показал, что всего было Левитов с месяца и выше 22 тысячи. Был следующий приказ. Пересчитать всех первенцев с месяца и выше. А Левитов будет вместо них. Моше пересчитал, как Бог ему велел. Все первенцы в Сынов Исраиле. И были все первенцы, мужчины, по количеству имен с месяца и выше, по счету 22-273. Интересно. Там же упоминается счет семьи Гершана, семьи Кат и семьи Броры. Когда мы проводим этот счет, суммируем, у нас получается 22-300. А Тура пишет, всего было 22. Талмуд на Кат и Бхарос приводит этот вопрос. Отвечает Талмуд очень просто. Наш счет, не просто счет, сколько было Левитов. Сейчас же будет указ, что Левиты собой выкупят первенцев. Левиты собой выкупят первенцев. Каждый Левит, один Левит одного первенца. Каждый выкупает собой первенца. Так Левиты, которые могли выкупать первенцев, действительно, было только 22 тысячи. Левитов фактически было 22-300. Но 300 были сами первенцами. Достаточно, чтобы они каждый выкупил себе собой. А были 300. Остались 22 тысячи, которые могут собой выкупить. «Скот Левитов. Скот Левитов. Скот Левитов. Скторого, скажем, Сказаний, один гана, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok